Все мы знаем, что нашему организму нужны витамины и микроэлементы, чтобы быть крепкими, продуктивными и счастливыми. Но есть и другие вещества, но о них слишком мало говорят. А они могут творить такое! Это полифенолы, действительно чудодейственные вещества. И чтобы нам быть в хорошей форме, чтобы наш мозг работал продуктивно и креативно, и чтобы этой осенью мы меньше болели, нужно соблюдать специальную полифенольную диету. Из чего она состоит и в каких продуктах полифенолов содержится больше всего, сейчас узнаем. Врач-диетолог, эндокринолог Виктор Желяев. Виктор, здравствуйте! Здравствуйте, Алена! Что такое вообще полифенолы? Полифенолы – это вещества, которые выделяют растения для собственной защиты, например, от солнечной радиации или от различных патогенов по типу бактерий, паразитов. Вообще известно около 8 тысяч различных полифенолов. Причем несколько сотен из них содержатся в продуктах питания. Ученые доказали, что полифенолы являются довольно важными веществами для нашего организма. Это что получается? Что вот растения защищают так себя, а когда мы их едим, они защищают уже нас? Ну, можно и так сказать. Давайте найдем классные продукты, которые полифенолами богаты. Давайте. Первый продукт – это слива. Она содержит фенольные кислоты, один из разновидностей полифенолов. Вообще полифенолы, в том числе фенольные кислоты, являются мощными антиоксидантами. У нас в организме в результате химических процессов постоянно происходят процессы окисления и образуются свободные радикалы. Это такие вещества, которые могут разрушать клетки, тем самым повышая риск развития различных заболеваний и даже онкологии. Ну и ускоряют старение. И как раз вот антиоксиданты, которые содержатся в полифенолов, они нейтрализуют свободные радикалы, замедляют старение и профилактируют риск различных заболеваний. Что ж, прекрасно. Смотрите, прям даже написано – слива сезонная. Да, достаточно, в принципе, двух слив в день. Следующий продукт – это виноград. Он содержит такой известный полифенол, как ресвератрол. Помимо винограда, кстати, он также содержится в чернике и какао. Ресвератрол способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а в исследованиях на грызунах показана и противоопухолевая эффективность, а также профилактика болезни Альцгеймера. А какой виноград? Все равно? Больше всего в красном винограде. Больше всего в красном? Так, красный и возьмем. Виноград же калорийный. Ну, просто нужно его есть в меру. То есть грамм 150-200. Ну, вот такая кисточка в день. И то это 200. Но врач сказал, что вот такая кисточка может быть. Ой, Виктор, вам очень идет. Очень идет. Очень. Вы как будто в смокинге из винограда. Следующий продукт – это у нас семена кунжута и льна. Вот здесь как раз они в одной пачке находятся. В них тоже достаточно много полифенолов. И те полифенолы, которые в них находятся, они подавляют рост вредных бактерий в нашем кишечнике и улучшают рост полезных бактерий. Тем самым улучшается состав микробиома. А микробиом является одним из дирижеров нашего организма. Сейчас начнется пора простудных заболеваний. И как раз когда у нас микробиом в хорошем состоянии, он дает сильную профилактику. То есть повышает иммунитет. И мы защищены от различных бактерий и вирусов. А как его есть? Вот просто открывать пачку и жевать семена? Можно замачивать, допустим, с вечера, добавлять в различные блюда. Там каши, салаты. А есть вообще льняная каша. Это тоже самое? Да, да. Супер. Тогда можно есть льняную кашу. Одним из рекордсменов по содержанию полифенолов является зеленый чай. Он содержит такой полифенол, как катехин. Проводились крупные исследования, в которых приняло участие более 100 тысяч человек, которые показали, что регулярное употребление зеленого чая способствует снижению риска такого заболевания, как остеопороз. Когда у человека с возрастом кости становятся более хрупкими и повышается риск переломов. То есть именно за счет антиоксидантной активности катехины из зеленого чая улучшают минерализацию кости и тормозят ее разрушение. Это все повышает прочность наших костей и снижает риск переломов. Мне нужно, чтобы у меня кости укреплялись? Они же так крепкие. Конечно, нужно. Как раз с 20 где-то до 30-35 лет у нас идет укрепление нашей костной ткани. И уже потом как раз вот этот задел, который мы даем, он уже остается с нами. И тоже от того, сколько человек набрал костной массы в этом возрасте, зависит дальнейший риск развития остеопороза. Лучше выбирать зеленый чай из специализированных магазинов и рассыпчатый. Он точно будет хорошего качества. А вот когда в чае есть различные добавки, то это косвенно говорит о не очень хорошем качестве зеленого чая. Так, и как часто мне пить этот зеленый чай? Есть же еще кофе, компоты всякие полезные. 3-4 чашки в день. 3-4 чашки в день? Это 3-4 чашки в день зеленого чая. Это 3-4 чашки кофе. Это еще воду надо не забывать пить. Виктор, вот все может быть и полезным, и вредным одновременно. Вот у полифенолов есть какие-то противопоказания или может быть опасности? Ну, есть один нюанс. Полифенолы в составе дополнительных таблеток, либо в составе чая, снижают усвоение железа. Поэтому в этом плане нужно быть внимательным, особенно если человек лечит железодефицитную анемию. Виктор, спасибо вам большое. Спасибо. Соблюдаем полифенольную диету этой осенью и будем здоровыми. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok